Первого апреля, что как нельзя кстати, проходила премия Ника. И фильм Горько получил статуэтку как открытие года. Поздравим же режиссёра фильма, который, что называется, Азаза затралил Лалку. И да, это его аватарка в социальных сетях. Иногда мои ролики могут вызывать улыбку. Этот не вызовет её точно. Поэтому, если вы хотите поднять себе настроение, посмотрите другой выпуск. Остальным же приятного просмотра. Горько. Романтическая комедия. Стоп, снято. А, извините, давайте ещё дублик. Чё, охуели там, что ли, блядь, со своей романтикой, ёбаной, блядь. Я, блядь, иди сюда и сам это, блядь, себе, блядь, в ебало кидай, блядь. Романтику, сука, не захотели. Вот тебе, блядь, а не романтика. contexts нет слов вы знаете я не особо прихатливый зритель потому что посмотрел много плохого кино сейчас я перевариваю практически все и И фильму нужно очень постараться, чтобы он мне не понравился. И фильм горько постарался. Точнее, постарались его создатели, которые сделали свою версию юбилея прокурора, только сделали ее побогаче и с рекламой. Начнем как раз с нее. Наиболее популярным был вирусный ролик, который явно демонстрирует, какой направленности будет комедия. Че снимать? Я здесь, говорю, че снимать? В интернет вырвать, ноги порвут, и полня! Не особо хорошо скройный и в целом убого сделанный вирусный ролик, тем не менее, набрал просмотров. Синопсис фильма плюс его слоган, а точнее слоганы, вкупе с постером, где красовалась надпись от любителей мальчишников в Вегасе, Все, спокойно! А также трейлер, все это обещало разудалую и немного с перебором комедию про свадьбу, что и подтвердили рецензии критиков, которые появились до премьеры. Да и сам режиссер это подтвердил. Будет смешно, в этом можно не сомневаться. Ну что же, давайте вместе посмеемся над этой комедией. Тем более на сеанс вы вряд ли бы попали. Начало фильма знакомит нас с братом главного героя, который и снимал всю свадьбу. Это ваш там жених? Ну? Убили его! А вместо слова «жених» нужно было вставить российский кинематограф? Можете помочь? Ну да ладно, нас возвращают на два месяца назад, когда главный герой по имени Рома только собирался жениться на Наташе. Я русалка. Рыбеха. Какая рыбеха? Рыбеха, ты рыба. Ну что, ты будешь мужем рыбу что-то ждешь? Стрибни мне лезь, пожалуйста. Я вообще, когда первый раз Рома увидела, подумала, что он гей. Ах ты сволочь. Ром, ну ты же не гей, чего ты обижаешься? Ну Рома, это смешно. Ну что такое? Да ничего смешно. Блин, мы же с тобой вместе в душ ходили. Ты же мой прибор видел. С Тэмом танцевали на пьяной вечеринке. Ну мы пьяным, блядь, что ли? Ну что, Рома, кстати, очень круто танцует. Что он со мной сделал? Я работаю в газовой отрасли, но я не газовик, а я работаю в службе протокола. Ну а я работаю в местной газете. А я смешную комедию смотрю. После этого блестящего, юморного начала нас кидают на месяц вперед, когда родители жениха приходят знакомиться к родителям невесты. Ладно не нажаться. Здравствуйте! Жаль, что все родственники не смогли прийти. Придем, придем, все еще придем, да? На мой вопрос, что смешного в этом фильме, чаще всего отвечали образы, как в жизни. Но вы поняли, это юмор. Орущая баба, которая просто орет. Поняли? Нет? Вы русофобы. Прям бар. Ну-ка, сфоткай меня на фоне. Сфоткай. Это видеокамера. Жду не дождусь шутки про солнышко на ладони. Татьяна, мама Наташи. Борис Иванович, отчим. Он бывший десантник и единственный, маломальский, нормальный персонаж фильма. Кричащая баба, это Люба, мама Ромы. А Евгений Геннадьевич, отец Ромы. Он занимается изготовлением блесен и втюхивает эти блесна к каждому персонажу фильма. В этом, видимо, тоже есть какой-то юмор. Семьи начинают обсуждать детали свадьбы, а стол наполняется водкой определенной марки, строго этикеткой камеры. Так что будешь петь Натали? И никаких разговоров. Натали! Утоли мои печали! Натали! You need to shut the fuck up! Пап, что за дурь-то скажи? Для бабушек-то надо спеть. Милые мои родственники, дорогие мои любимые, я ни Лепса, ни Михайлова, ни Леонтьева петь не буду на своей свадьбе. Эу, Лярва! А Бутырка-то будет пацана? Бутырка. Теперь в iTunes. Наконец появилась возможность слушать на отработанных мобилках любимую группу официально. «Чтобы у них была самая лучшая свадьба! Чтоб потом не стыдно было людям в глаза смотреть?» «Да». «На следующее утро». «Аэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я хочу, чтобы наша с Ромкой свадьба обязательно произошла на закате. Ромик приплывет на ладошке, меня поцелует, мы с ним будем счастливы и всю жизнь с ним будем друг друга любить. Ты русалка, но приплывет к тебе он? Кто-нибудь вчитывался в диалоги? Что за несвязанная ахинея? Наташа в деталях описывает отчиму, как должна выглядеть свадьба. Берег, закат, море. Но отчиму, на чьи деньги и планируется всё оплатить, такое торжество не по душе. Я хочу свадьбу в стиле русалочки, это возможно только на берегу. Ну какой берег? Ну че я там буду в костюме краба ходить? Краб! О! Краб! Вы знаете, как стать крабом? Ну? Нужно встать раком и идти боком. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ведь один в один! Наташенька постоянно забывает, что ни она, что ни её безвольный муженёк, ни копейки на свадьбу не скидывают, они на неё просто не заработали. Мне надо, чтобы ты был на берегу, ты как хочешь, так и ходи там. Она как бы говорит отчиму. Отчим, будучи человеком крепким, не сдаёт позиций и предоставляет деньги лишь для ресторана. Поэтому Наташе остаётся только устраивать истерики, а её мужу безмолвно бегать за ней. К ноге псина. Несмотря на такое поведение ещё не сформировавшейся гнилой ячейки общества, отчим тем не менее дарит машину ценой миллион рублей. Всё это молодожёном. Только возить её будешь ты. Так у неё у самой права есть. Ты дурак что ли? 200 кобыл? Бабе в руки. Баба за рулём как макака с гранатой. Смешно и страшно. Горько, это не глупая и смешная комедия. РБК Адель. Первой остановкой перед свадьбой является ломбард. Там отчим хочет взять кольца. Новые покупать видимо он не захотел, да и собственно не обязан. А дожидаться каких-либо действий от женишка своей приёмной дочери было бессмысленно. Поэтому отчим и заехал к своему старому другу. Любое кольцо. Они не новые, да? Всё чисто, белую, щек дадут. Я от булгари кольца хотела. Я не пойму, что это. Это шар? Это комната? Или монолит? А, не этот же отчим! Который вроде как не исполнитель чужих желаний. Я пойду в подсобку посмотрю, у меня где-то были золотые синтарё. Папа, они с мёртвых людей. Есть. Придётся палец отнимать. Палец отрезать тоже не стали. Сбегали за мылом. Вторая остановка — покупка свадебного платья. Девочки, на эту жопу. . Да что это за хрень? За тем, что ты не смогла объяснить в ателье, которое обязано твоему отцу, что именно тебе нужно. Наташ, ты иди вот сейчас к Антонине и объясни ей все, только спокойным голосом. Далее следует веселый гэг с киданием камней. Мимо, Борис Иваныч. А теперь попал, да? Попал! Последняя остановка, ресторан, где хотят устроить торжество. Важно в ЗАГСе в штаны не наделать. Да, Борис Иваныч? Я отвечаю за все конкурсы, все шутки, общее настроение. В общем, будет весело. Я это гарантирую. Все будут смеяться. Режиссер тоже нечто подобное гарантировал. Женщина, вы меня извините, конечно, а вы зачем сюда с таким лицом пришли? А ты меня позоришь! Ну ты лицо-то видел ее? Да! Да! У нее вчера сына на зоне убили! Я им лучший ресторан! Лучшую тамаду! Это причем за свои тамадки? Ром, поехали к Семену. Ну я не могу, мне стыдно, понимаешь? Я друзей сюда как позову? Как я с работы людей позову сюда вот в это убожество? И за тамаду за твою зону стыдно! И за тебя, урода, мне стыдно. Ни за Ромика, который не смог заработать на свадьбу. Ни за себя истеричку, которая кровь из людей сосет. А именно за тебя! Я не хочу сказать, что таких не бывает. Бывают! Но, дорогие друзья, это комедия. Это тот самый фильм, в котором, цитата, Зал процентов 70, а то и все 85 экранного времени смеялся, а временами и ржал во весь голос. После очередной истерики молодожены едут к Семену. Кругом скалы, как у Христа за пазухой. Гослинг! Какого черта? Как они тебя затащили? Я вляпался. Не говори ему обо мне, ладно? Райан Гослинг как раз и играет Семена, который может устроить свадьбу мечты Наташи. Но вот что делать с первой свадьбой? Рома не хочет никого расстраивать, поэтому предлагает провести две свадьбы. Просто провести их в разные дни. А где мы столько денег возьмем? Машину продадим, нам на все хватит. А ты еще квартиру родителей своей жены продай, и тогда медовый месяц пройдет на ура. Но машину ценой 1 миллион рублей они не стали продавать. Они ее просто отдали Семену. И договорились, что вторая свадьба пройдет 9 июня, а первая с родителями 16-го. Но случается неожиданное. Первую свадьбу передвигают также на 9 июня. Судя по всему, сейчас и начнется комедия. Тем более, что деньги за вторую свадьбу Семен уже отдал. Две свадьбы в один день, выхода нет. Поэтому героям остается лишь следовать плану. И сейчас пункт девичник и мальчишник. Правда, что ждет там на земле. Там барды-то будут? Да будут, будут. Ты лучший, Ромик, ты понимаешь? Ну да, его хотя бы не тошнит. Вот мы и подобрались в юморном потоке к сроку одного дня до свадьбы. Вали отсюда. Вали, Ром, я сама на себя женюсь. Они нам родня. Наташ, нельзя с ними так. Да праздну с ними, господи. Какие проблемы-то я не понимаю? Я с Семеном отпразднуй прекрасно. Он не откажется, Ром. Почему Наташа будто пьяная всегда? Ой, я не про актрису. Кана, свидетель, ей богу, я не про актрису. На ней, безусловно, весь фильм держится улыбка. То есть весь фильм на ней держится. Пожалуйста, режиссер, ее муж. Не надо меня никуда приглашать, как уже приглашали ее критиков. Она действительно отлично играет. Она лучшая. Козел пусть у меня. Этот козел, между прочим, Ромочка, помог нам с тобой снимать бург за вас. Можно хотя бы друзей мать? Нет, Ром, везде. Твои друзья, Ромка, блюют. Ну, последний раз не блюю. Наташ, Наташ. Что это за потоки бессознательных, неконтролируемых эмоций разного краса? Чем они вызваны? Чем обоснованы? У фильма вообще был сценарий? Ну, как бы полный метр за 23 дня это как бы очень-очень плотный график был. Это было так весело, и это действительно какое-то было классное дело, классное предприятие. Меня радует, что хотя бы вам весело было. В итоге Наташа дает бесправному Роме указ, кроме друзей на свадьбу не звать еще и родителей, которые обеспечивают и оплачивают все. Действительно, кому нужно быдло, которое вырастила и воспитала. Но, тем не менее, на ночь перед свадьбой Рома едет ночевать к родителям. И, заплыв на катере, демонстрирует неплохую операторскую работу. Оператор выцепляет прямо то, что нужно. Ты посмотри на него, до рекламы докопался. Ты что, Иронию Судьбы 2 забыл? Это же газета. Где-то сценарий. В обители родителей нас знакомят с еще одним братом Ромы, у которого кличка Хипарь, и который недавно отмотал срок. Тут без иронии, актер отыгрывает аутентично. Но для комедии отыгрывать недостаточно, нужно шутить. Кто будет свидетелем? Я, Людимон. Ну, у кого недостатков меньше? Но он, Димон, дебил. А если человек дебил, это уже большой недостаток. А ты сидел. А тех, кто сидел, боженьки без доклада пускают. Ааа, точно! Послание Иакова, глава 1 стих 12. Что-то такое там было, да. Так же мы знакомимся с дамой Хипаря. Ничего, пошла уже? Пока, Ксюх. Ксюх, пока! Ксюх. Она уходит как в жизни. Я понял. Понял! Но это не добавляет фильму юмора, особенно если растягиваешь момент на несколько минут и продолжаешь его тянуть etenute etenute et. Тянуть и тянуть и тянуть и тянуть... И сколько можно его тянуть?! Уходит, как в жизни. Я понял! Хватит! Я уже говорил тебе, что такое... Что такое... Ирост. Далее семья садится кушать, а там и водочка, а там и алкогольное отравление. Давай, ромка, давай. Пусть всё плохое выходит. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну не туда же. Отплыви маленько. Отсюда. К слову, прошло уже 30 минут пряной эксцентричной комедии в традициях Леонида Гайдая. Наконец наступает торжественный день свадьбы. Пап, дай интервью. Кому? Пап, не тупи. Меня зовут Евгений Геннадьевич. Я отец Романа, моего сына, жениха. Я очень рад и признательному за то, что он... Пап, ты че дурак? Судя по тому, как он тебя воспитал, да. Конченый дурак. Тем временем приезжают родственники из Туапсе. Дядя Женя! Тетя Люба! Что за Ура, что творится? Тетя Ура! Вся ватага стартует к дому невесты. А вместе с ватагой стартует местный гэк, бегущий за автобусом человек. Талян, давай! Юбилейная 14! Беги, сука! Наташа! Наташа! Иди сюда! Вы че докорете? Да чтоб вы че сдохли! Че ты хочешь? Че ты хочешь? Че ты хочешь? Че рада с утра? Иди сюда! Камнями в хозяина дома кидает. Ха-ха, всем паником ловили, ёпта. Далее, жених пытается пройти к невесте сквозь тернии конкурса. Разумеет ли принц у милости ведь дракона? Давай, Робик, почи дракона! Прямо в гнистах! Что же буду называть мамой? Вы поняли, как был побежден дракон? О, повтор Гега пробег. Ведь первый раз это было так смешно! В итоге вся масса оказывается в ЗАГСе. И после создания аморальной ячейки общества, гуляния продолжаются на улице. Давай, Вак! Давай, Вак! Кто голубейки дал, я спрашиваю. Людку, овсянику обосрали. Господи, логические цепочки у сценариста порушены, к черту. И молодожены запускали голубей. И что, весь юмор строится на слове «обосрали»? Ну, наверное, так и должно быть на 40-й минуте гомерически смешной комедии. Далее гости свадьбы похищают человека в костюме хот-дога и начинают измываться над ним песнями группы «Дюна». Можно в него было и из травмата пострелять, все равно он не гость свадьбы. Пам-пам-парара, привет большого Бадуна, пам-парара, привет большого Бадуна. Молодец, хот-дог, будешь теперь нашим другом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха, весело вам, да? Вот бы и мне посмеяться. Да вот только не понимаю, где тут смеяться. Мужик, который отрывает голову статуи, мне кажется, не особо смешным. Возможно, в ресторане меня рассмешит Сергей Светлаков, которого отчим Наташи пригласил за свои деньги. Глеб, стой! Догий! Глеб, стой! Догий! Мне кажется, что эта история не одномерная, не, не, не быдлокомедии от квн щиков каких-то очередных. Сергей Светлаков тоже КВНщик. Наконец все усаживаются в ресторане и страх, что пострадает кто-то из невинных людей на улице, утихомиривается. Отчим желает Роме обрести уже стержень и дарит еще денег. Мама Ромы дарит невестке старинные серьги, папа Ромы дарит родителям невестки блесну ручной работы, а молодоженам песню. Ты меня никогда не забудешь И коснуться бессмысленной высоты Пара фраз залететь Самое время напомнить, что прошла 50-ая минута одной из самых остроумных российских комедий за весь постсоветский период. ДМБ, Даунхаус, Квартет и покурите сторонки. Ну а далее начинается веселье на обычной свадьбе. Кто-то пьет, кто-то танцует, кто-то ест семечки. Светлаков нажирается, а отсидевший пытается заработать на новый срок. Богатыри что ли? Где третий? Поссать пошел. Светлаков. 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 Главное, не бойся. Мосялиниха. Всех красномозгей не хватает. Светлаков. И отсюда иди. Светлаков. Хорош ты, Мухалыч, я тебя люблю. Ты можешь уйти отсюда, иди нахрен. Ты реальный, реальный, братан. Это же так смешно, так смешно снять фильм, который в точности копирует некоторые свадьбы. Ведь документалке это смешно. Дай любому бездарю вроде меня камеру и скажи, скопирую реальность только с актерами. И я скопирую. Для этого не нужно обладать ни способностями, ни талантом. А вот чтобы эту реальность юмором набить, чтобы всё на комедию походило, вот что действительно сложно. Но, судя по отзывам критиков и сборам, не особо-то и нужно. Тем временем, друзья жениха обворовывают Светлакова и идут звонить по его телефону в туалет. Ширик, Ширик. Алло, Ширик! Однозначно расстрелять всех! Протихорación. Алло, алло, Гарик Мартирайсян? Это дядя Хачик, где моя хурма Васян? Уважаемый Сарик Андресян, пожалуйста, вернитесь на родину. На другую свою родину. В смысле, к нам. Я понимаю, что вы пытаетесь сделать, вы хотите заразить здоровые клетки Голливуда и тем самым уравнять шансы с нашим кино. Но даже ваши попытки пошутить были менее стыдными, нежели эти. Возвращайтесь поскорее. Ваши фанаты. Бэткомедиан. И все. Алло, мам. Я это, в Геленджике. Меня похитили. Пацаны, меня заперли. Пусть его в кровь. Возможно, я так же, как и тот, кому ответил режиссер в трейде, настоящий никто в расширительном смысле. Не имею профильного образования и вкуса, но почему-то я считаю, что крики не являются юмором. Нет такой аксиомы. Громче кричи, смешнее будет. Фильм необходимо добавлять какие-то диалоговые шуточки, детали, отсылки, гэги. А не ор каждого второго персонажа. Тем временем начинает играть песня Натали, и первая свадьба подходит к логическому завершению для молодоженов. Алимейн поет моя дочь Наташа! Давай! Давай! Левур! Ты бы ему еще в лицо плюнула. В итоге молодые сбегают. При этом Рома бросает своего брата. Ты че? Блин! Ладно, ладно. Боженька все видит. Таким образом, в простодушном, горько, не претендующем ни на какую философскую глубину, тем не менее, как и в самом глубокомысленном, метафизическом, авторском кино, оказывается мимоходом учтено то обстоятельство, что взгляд камеры, это зачастую точка зрения Бога. Даже если он не всегда смотрит с облаков или высоты птичьего полета, то наоборот, то и дело уткается носом в землю, когда приходится спасаться от разошедшихся свадебных гостей. Коммерсант. Ээээ, чего? Воистину можно найти любой смысл в любом фильме. Было бы желание. Оружие в неудержимых меж тем оказывается прообразом божьей кары, а сами герои божьи творения наравне с ангелами делают за Бога всю грязную работу. Ведь мы видим, что истребляют они плохих людей для очищения земли пред страшным судом. Пока брату Ромы достается участь расхлебывать кашу, организованную бесхребетным чмом, отсидевший ворует у ВДВшника боевой пистолет. Кипарь, ты чё, дурак, что ли? Где? Где невеста? Кто увез мою невесту? Кипарь, угомонись, это не твоя невеста, это Ромкина невеста. Пожалуйста, застрели оператора, камера разобьется, и темный экран будет куда смешнее происходящего. Наташка с вами, как говори, что шпакал. Ты не перекрыл дыхательное горло, вот здесь, вот сюда, да, надави посильнее, вот здесь, давай, у тебя получится, давай, я в тебя верю, давай, дави. Тем временем молодые приходят на вторую свадьбу, и внезапно Наташе она не нравится. Музыка не та, обстановка не та, нет родных, нет друзей, только парочка пьяных подружек, и по сути ритуал свадьбы исчез. Прямо поехали обратно? Как обратно? Обожаю, блядь, истерики! Не ты ли сказала никаких родственников и друзей на второй свадьбе? Не ты ли трахала мозги своему отчиму с деталями свадьбы? А отдавая не свои деньги, ты даже не поинтересовалась, на что ты их отдаешь, сказав лишь о своей идиотской задумке про русалку на закате? О, Господи, как я люблю эти умные, честные и талантливые комедии! Молодые не успевают приехать к родственникам, ведь и родственники сами приезжают к молодым. Это что, они от нас тайком сюда уехали, да? Сюрприз! Такой вот. Для всех! Сюрприз! Сюрприз, мотфакка! Наташа грустно просит отчима помочь с церемонией, и этот человек широчайшей души соглашается. Ну а тем временем первая свадьба вступает в симбиоз со второй. Плашируйте! Господи, Наташкин! Наташка! Наташка, приезжай ко мне по топцам. У меня там, знаешь, какая полынь растет? От глистов помогает. На вот поставь для бабы, для моей. От души, от души, братан. Что, думаешь, я не перелезу, что ли? Хватит! Ну все, хоррр. Ааа, понял! Горько смешной фильм, потому что в жизни так. Брян, блядь, блядь! А чё вы не смеётесь-то? На 80-й минуте этой комедии наступает момент церемонии, когда жених должен приплыть на закате. Доченька, дай Бог вам здоровый, чтоб век жили, и чтоб счастьем был полный дом. О, наконец, хоть один добрый момент во всём сраном фильме. Чтоб счастьем был полный дом и без глистов. Ах, давай, сценарист, давай! Повтори эту шутку ещё раз двадцать. Рано или поздно она станет смешной. Возможно, кто-то, как и некоторые издания, увидит в фильме сатиру. Но сатира должна что-то высмеивать, и сатиры в фильме столько же, сколько и юмора. То есть сатиры в фильме нет, что, собственно, и подтверждает лично режиссёр. Сатиры низкий жанр. Сатиры «Аншлаг» и «Дроботенко» занимаются. Да ладно «Дроботенко». Мэтт Стоун, Трей Паркер, Марк Твен. Фу. Даже вспоминать эту низость противно. Отчим узнаёт, что его лицемерная дочурка с чмошником-женихом, чтобы не справлять вместе с родными свадьбу, загнали его подаренный автомобиль. И, естественно, ему это не нравится. Это ж подарок от души. Ладно, меня. Ладно, мать. Как ты стариков на эту шварь могла применять? Ну и дрянь-то. Ступид факен конч! Ну хер с ним. Вот он козёл, а! Дааа, денежек-то на халяву вам теперь никто не даст. Да сделай ты хоть что-нибудь! Я унижаться ни перед кем не буду. Короче, Ром, если ты его не вернёшь, я с тобой разведусь завтра нахрен. Верни его сама, не может, а заткнись! Да пошёл ты, Ром! Да пошла ты сама! Вообще, что с ней не так? Почему ей в одну и ту же секунду и грустно и весело? Почему у неё то улыбка, то истерика? И истерика с улыбкой. Она, по идее, должна быть какой-то жертвой обстоятельств. Но вместо этого она плохая дочь, плохой человек и человек с крайне неустойчивой психикой. Ни капельки сопереживания не вызывающей. Если сопереживанием нельзя считать казнь через повешение. Естественно, все продолжают бухать. Всем плевать на слова, которые говорят друг другу, на действия друг друга. В этом фильме ничто и ни от чего не зависит. Нет мотивации, нет логики и нет юмора. Посидев по-размыслив, Рома понимает, что в происходящем виноват отчим. Тот самый человек, который подарил машину, организовал свадьбу, на чьи деньги все отдыхают и гуляют. Именно он во всём виноват. Отчиму также виноватым считает человек с головой статуи. И драка двух превращается в массовое побоище. Дерутся все со всеми, потому что... Русская душа свадьба. Таким образом, мы подошли к тому, с чего начался фильм. Это ваш там жених? Ну? Убили его? Помянем. Убью! Всё! Я мою бабу убил! Лёша, ты чё творишь, а? Всем молчать! Хотел на моей бабе жениться! Я себя подожгу! Убью! Отпусти его! Я зажгу тебя! Самосожжение, к слову, не дало вообще никакого результата. Надо башкой думать, он к тебе спиной стоит. Да и попытка привлечь внимание, чтобы успокоить всех тем, что ты пытаешься себя сжечь, это несколько странно. Хотя в духе истеричного и неадекватного персонажа. Ай! Братан! 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 О! Это случаем не те ребята из 5 дней в августе. Иван! Вижу свадьбу! Понял тебя, Иван! Открыть огонь, Иван! На самом деле это пришёл ОМОН, ведь когда разыграли маму Светлакова насчёт того, что её сына похитили, она не оценила юмора, как, собственно, и все зрители. Она сообщила куда надо, и поэтому всю свадьбу задержали. Ну а главных действующих лиц посадили в автобус. Натали, утоли мои печали, Натали. Натали, утоли мои печали, Натали. Ну вы поняли, они помирились потому что... Почему? Потому что их заперли? Или потому что они отрезвели? А может потому что заиграла песня Натали? Или от того, что необходимо в фильме показать очевидный посыл и вывод? Давайте жить дружно! Отчим говорит полиции, что сам стрельнул себе в ногу, тем самым оправдывая шизанутого отсидевшего. Судя по всему, отчим в курсе, что заодно ранение надолго не посадят. А вот если на следующей пьянке отсидевший убьёт кого-нибудь, то тогда с ним распрощаются надолго. Вы произвели на меня впечатление злого и холодного человека. У меня стынет кровь в жилах, когда я смотрю на вас. Я приговариваю вас к двум пожизненным заключениям. Полиция выпускает свадьбу и все-все-все мирятся и все-все-все счастливы. Никаких выводов и извинений нету. Все снова начинают бухать и всем весело. Наверное, чтобы опять потом разругаться, нанести друг другу тяжкие телесные повреждения и потом опять помириться, когда отрезвеешь. Ведь они же пьяные были, чего не случается по пьяне? Почему не простить? Это ж как с групповыми изнасилованиями. Пришла и опорвала голову нам, чумочечая весна и нам не должна. После горькой патриотизм и любовь к своей стране и народу просыпаются не в меньшей степени, чем после той же легенды номер 17. Люби, гордись, бухай, еб... Огстись. Казалось бы, как можно испортить комедию про алкоголь? Ведь столько представителей. Особенности национальной охоты, похмелья, день выборов или же снятый в подобной тематике проект X, который мне не особо нравится, но там были смешные моменты. Да и вообще, в комедиях подразумеваются либо шутки, либо ситуации, либо гэги, или та же самая сатира. Причем алкоголь, или свадьба, или охота, или другое событие, с коим связано злоключение персонажей, не главное действующее лицо. Все делается не ради показа самого события. Ну свадьба, ну да, ведут себя, как некоторые люди на свадьбу. Но не это самое главное. Самое главное, почему это называют комедией? То, что персонажи похожи на реальных людей? Когда юмор стал заключаться в копировании реальности. Что смешного в документалках? Почему вот эти кадры не смешные? Ведь реальность же. В трейлере к фильму Горько почему-то было смешно. И фильм смешной, потому что все как в жизни. Почему сериал Школа многим не понравился? Ведь и ржачный же был! Ведь там персонажи тоже из жизни. И даже актрисы из Горько. Давайте подумаем, что в комедии года или десятилетия было смешного. Может быть шутки? Баба за рулем, это обезьяна с гранатой. Чтобы стать крабом, нагнись, раком и ходи боком. Эти шутки работали на образ, но не делали фильм смешнее. А других шуток в фильме нет. Глистов этих, как их, гельминтов. Может быть неординарные ситуации? Самосожжение, ОМОН. В этом есть что-то смешное? АААААААААААААААА! Нет! Серьезно! Есть? АПЛОДИНСКИЙ КОТОРА Сиросина на Зоне убили! И я не подхожу с вопросом морали. Можно сделать комедию взяв за основу любое из веществ. Сделать! КОМЕДИЮ. А не заявить! КОМЕДИЮ. Я улыбался и смеялся при просмотре Плохого Санты. Хотя, герои там мразь конченая. Фильм вообще аморален и суров. Но при этом фильм с забавной, да ещё и с посылом, а не концовкой в стиле. Давайте всё забудем, будто ничего и не было, и продолжим пить. И пускай я не узнаю в плохом Санте ни родных, ни дальних родственников, ни реальных людей на свадьбе, но при этом плохой Санта однозначно смешит. А вот в Горько я узнаю и типажи, и людей, но вот только от копирования реальности один в один мне смешнее не становится. Интересно, если в фильме появится один в один сосед, или Джордж Буш, или полицейский, фильм автоматически станет смешным. Или фильм станет смешным, если персонаж начнёт делать или говорить что-то забавное. Несмотря на то, что я был на четырёх разных свадьбах, разных по степени трэша. Тупой перенос реальности в кино, а кино в комедию лично для меня не превратило. Да и кином-то это назвать сложно. К слову, вы часто смотрите записи со свадеб своих друзей, знакомых, родных, или вообще неизвестных вам людей. И вот в эти моменты вы часто смеётесь. Видимо, Жора Крыжовников в «Миру Андрей Першин» единственный, кто догадался подобную запись показать в кинотеатрах. Но самое главное-то он не забыл. Не забыл он назвать это комедией, чтобы все поверили. А вот таланта или желания набить реальность юмором у создателей не было. Позвать тамаду, созвать операторов, которые снимают на свадьбах, и узнать у них какие-нибудь интересные и забавные случаи из жизни, чтобы воплотить их в кино, тоже не догадались. И даже если бы фильм «Горько» был оскароносной драмой, мне плевать. Режиссёр, вся его свита, издание позиционировали фильм как комедию. И когда я смотрю комедию, я внезапно хочу увидеть комедию, а не драму, которая растягивается на весь хронометраж. И заканчивается тем, что разные люди разных достатков из разных семей забывают всё сказанное и мирятся в одночасье. Просто так, взяли и помирились. Серьёзно, кому к чёрту нужна мотивация? Ну а то, что Горько собрал 25 миллионов долларов при бюджете в полтора, говорит об одном. Нас ждёт как минимум 16 сиквелов. Российское кино наконец встаёт с колен. И зритель доволен, и критики в экстазе, и гордость вызывает, а самое главное – отбивается. Накатим, друзья! Накатим, друзья! Алло! Чё за дела? Здорово, я говорю! Потише! Чего? Телефон выключен. Какой-то орёт здесь. Ты чё думаешь, я не перелезу, что ли? Зелёный возьми. Чё делать, что ли? Ура! Князь! В кино я! В кино! Ты чё орёшь? Не, я не один! С прицепом я! Отдай телефон! Отдал! Ты тупой, что ли? Я ничего не пойму! Князь перезвонил. Здорово! Я в кино! А-а-а-а! Белое платье! Сильная! Люди! Молодец!